Остатки овощей можно пустить на свинок, и вот уже два дитя, спасибо, скоро и тебя зарежу. Привет, мам! Эгегей, привет, друзья, я Рома, и добро пожаловать! Это 6 похождений, и в предыдущей части мы побывали на нашем первом газовом гиганте, и вообще впервые за все сезоны, Юпитер! И по идее, прямо сейчас у меня есть все ресурсы, чтобы сделать ракету пятого уровня, полететь на Сатурн и наконец-то проходить сюжет. Но, перед этим я буду выращивать морковь. Не, вы не подумайте, ничего тяжелого, все уже готово, провода, комбайн, сборщик предметов, просто будет собираться морковка и, наверное, автоматически жарится. Красотища какая, но проблема в том, что это не собирается, или подожди, собирается, но тут же прям черным по белому написано, собранные посевы останутся на месте. Ааа, зачем я сборщик предметов делал? Окей, окей, иди в жопу. Осталось сделать самое простое, посадить побольше. Хо-хо-хо! Автоматизация готова, здесь будет оставаться всякая какаха, а вот сюда будет передаваться, что правильно, морковка. Возвращаемся к теме космоса. Итак, понадобится покрытие пятого уровня, а еще перед этим четвертого, третье уже есть. Не буду ходить вокруг да около, просто добавлю то, что надо много ртути. О-о-очень много. Меркурий, дай, пожалуйста, ртути, я знаю то, что в шахтах ты хранишь просто тонны. Ага, попался! И, кстати, еще углерод понадобится. Не знаю, помните вы или нет, но на Юпитере я нашел огромную ракету, которая состоит из олова и алюминия. Как оказывается, все это обратно в слитки переделать нельзя. Поэтому не стесняемся, добываем и здесь тоже. Как только все добыто, что мы делаем правильно? Валим отсюда! Ах, а теперь самое интересное. Просто ждем, пока это все переплавится. Я просто обожаю эту печку за то, что она может плавить несколько рут сразу, лишь бы энергии хватало. По дизельному топливу все зашибись, он даже тратиться не успевает, следовательно, энергия бесконечная. Пока плавится, сразу проверю. Морковка появилась? Эммм, окей, не появилась. А почему? Потому что я тупица, который забыл поставить загрузчик чанков. Все, вот теперь точно будет работать и самое главное будет появляться морковка. Ай-яй-яй, вы посмотрите, из-за того, что около этих овец появились курятины, вот эта воронка просто забивается. Так, подвинься, дай покажу. Вот, просто забито. Но я эту проблему легко решаю. Просто ставлю сундучок и тададам-тадам, все перенеслось. И еще кое-что. Сырое яйцо можно пожарить и получить яичницу. Но даже эта яичница восстанавливает супер мало сытости. Но мы соединяем это с жареной свининой и получаем просто пипец, как много сытости. Подождите-ка, а что мне мешает сделать ферму свиней прямо сейчас? Пойдем со мной. А теперь повелеваю вами, плодитесь. Спасибо, спасибо. Ути-пути, скоро я тебя зарежу. Хе, ладно, пока. Чего там по ракете? Не томи, Рома, скажете вы. Все просто, мы тупо ждем ртуть. Полюбуйтесь на эту ракету. Вы, скорее всего, видите ее последний раз. Потому что уже совсем скоро появится пятого уровня. Ааа, давай, прогресс, побыстрее. Я знаю то, что немножко осталось, но я просто уже не могу терпеть. Па-па-па-пам, па-пам. Поздравляю, ребята. Продолжение сюжета не за горами, а пупеть. Вы посмотрите, какая она огромная. Мне хочется сравнить с первым уровнем. Привет, мам. Вот так вот я могу описать эту картину. И, конечно же, прямо сейчас вот этой колоссально огромной ракетой мы пойдем на Сатурн. Перед этим заряжаемся, восполняем кислород в баллонах. Ничего интересного. А еще я понял то, что морковку лучше консервировать. Потому что тогда дается намного больше желтой сытости. Смотрите, здесь полторы, а здесь целых четыре с половиной. Остатки овощей можно пустить на свинок. И вот уже два, дитя. Спасибо. Скоро я тебя зарежу. Несмотря на то, что я уже очень много раз летал, я просто не могу нажать на пробел, потому что реально страшно. Окей, все, тихо, Рома, тихо, просто полетели. Офигеть, вот это скорость. У Сатурна три главных спутника. Рэй, Титан и Япит. Не там, не там, не там нету сокровищниц. Но я все равно проверю на руды. Например, Рэю. Привет, привет, ребята! Воу, а чё это такое? Что это за поверхность? А, просто Рэй. Какой-то блок выделяется из копаемых. А, я понял, это просто косточки. Пошел в жопу. Ребята, я вам так скажу, сюда мы зря прилетели, потому что тут только железо, олова и медь. Походил в надежде на то, что найду какие-то крутые постройки и просто ничего. Но я же не дурак не проверить другие спутники. Прямо сейчас я это сделаю. Остался Титан и... Чё-то там ещё. Точно, Япит, привет. Ну чё, на тебя полетели. А, что? Подожди, уровень шестой? А, чёрт подери. Ладно, не полетели, тогда Титан. Какое тут всё зелёненькое. Ну, по крайней мере, поверхность намного, намного интересней. Проверил заранее и выяснил, что здесь также олова, медь и железо. Короче, постройки-то хотя бы какие-то дайте. Нифига себе, ребята, посмотрите, что я только что заметил. Видите вот это? Это солнце. А вот это, ну-ка давайте догадайтесь, что это дают 3 секунды. Раз, два, три. Это Кеплер, другая звёздная система. Капец, как круто здесь всё продумано. А полетели-ка мы на Сатурн. О-о-о, вот это махина, вот это да. Ой, ой, как всё движется. Ай, тихо, 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 тихо. Да, пробел не забываем нажимать. И, судя по всему, поверхность здесь намного интересней. Так, подожди, что это такое? Неужели слизнивые блоки? Да ладно. Крутяк, получается у меня бесконечное количество клея. Так, а это что такое? Ядерная бомба? Просто, как вы, наверное, знаете, сгусток слизи и клей, это по сути-то одно и то же. А вот ядерную бомбу я даже взорву. Но не здесь, у себя дома, на планете Земля. Так, а это что такое? Какая-то поверхность? Но я не верю, что это просто поверхность. Серьёзно? Ещё слизь? Но зато у Сатурна есть магний, который в любом случае пригодится, когда мы будем делать ракету шестого уровня. Ох-ох-охоньки. Эээ, подождите, я совсем забыл про задание и сюжет. Запустите ракету к Сатурну и приземлитесь на нём. Потом соберите блок под названием Поверхность Сатурна, чтобы завершить задание. Эээ, да без проблем. Вот я типа собираю и ничего. Может быть он имел в виду КАМЕНЬ Сатурна? Давайте попробуем. Нееет. Так, если это не вот эти блоки, тогда я уже просто не знаю. О, да, вот она. Здорово! Здорово достижение! Как делишки? Наконец-то хоть что-то за последние 4 серии. Инфериум эссенция очень важный предмет, чтобы начать изучать мистическую агрокультуру. Ага, вот как ты делаешься. Получается, слизь здесь не просто так. А оказывается, есть ещё какая-то инфериумная руда. Но непонятно, как она достается. А, понял, 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 понял. До этого ещё далеко. Короче, если вы не поняли, мне нужна кирка на шёлковое касание, чтобы добыть вот эту слизь. Потом её поместить на реконструктор, но его надо сначала тоже сделать. Етить-колотить. Ну хотя ладно, биотит есть, обсидиан без проблем, изумруд тем более присутствует. Лёд добудем, машинный корпус легко делается. Кстати, оказывается, он делается не только вот таким вот образом, но ещё и в миниатюре. Круто, это намного проще. Короче, давайте на чистоту. Здесь всё делается супер просто. Это выглядит тяжело. Ну-ка, это как делается? М-да. Эх, в общем, вы поняли. Придётся побегать по сундукам. Это самое тяжёлое. Полетели тупо домой! Ну и не ждём, пока реконструктор сделается за нас. Сжимаем железо, потом кладём вот сюда, на этот конвейер, и получаем плейт. По моему офигенному математическому подсчёту надо 20 штук. Короче, захотелось мне сделать машинный корпус через миниатюру. Я просто офигел. Вы посмотрите, пластиковый блок делается с помощью полиэтилена, который делается в свою очередь вот так вот, который делается в свою очередь вот так вот. А вот это КРПД делается через жопу, в жопу, в жопу, в жопу. Сделаю по старинке. Только тогда понадобится ещё немного сжатого железа. Привет, самый тяжёлый блок. Пройдёмте с нами и проверяем, чё там ещё понадобится. Угу, обсидиан, биотит, изумруд. Короче, сейчас остался последний штрих, и этого штриха у меня просто нет. Два льда. Вы посмотрите, я его могу, в принципе, сделать с помощью... А, ну вот. Привет, звёзды! Давно не видели, серии 10 прошло, не меньше. И сейчас я воспользуюсь вот этой структурой. Тут жидкости у нас хватает. Мы просто нажимаем правую кнопку мыши, и сейчас вот это стекло превратится в лёд. И так надо сделать два раза. Давай, ты-ды-м, с два льда. Привет, реконструктор! Очень тупо то, что на тебя не даётся никакая ачивка. И я искренне надеюсь, что ты не взрываешься. Куда его подключать, я особо не знаю, но... Ага, вот оно что. То есть он запитался и работает. По сути, всё, больше ничего не нужно, кроме тех самых блоков с Сатурна. А ещё тут всякие другие блоки можно превращать. Ух ты, алмаз в кристальный диаматин. Ммм, да-да-да-да-да-да-да, я помню этот мод, я уже с ним играл. Но честно, я вообще всё позабыл. Ааа, шикардос! Плоть можно переделать легко в кожу. Вот так и живём, ребята. Ядерную бомбу я, наверное, взорву чуть-чуть попозже, если вообще её можно взорвать. А пока буду заканчивать. Надеюсь, эта серия была ещё одним доказательством того, то, что они снимаются тяжело. Да, много пауз, очень много. И я пипец, как сильно надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. Особенно те, кто это просто хотя бы делают. Если вы это никогда не делали, то, может быть, сделаете исключение? Ну, она нет и суда нет, как говорится. Всё, спасибо за просмотр, надеюсь, вам всё понравилось. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами была Ложка и Ядерная Бомба. Всем удачи, всем пока, 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 пока.